Избил до полусмерти и забыл об этом. А вспоминать пришлось спустя четверть века, когда в дом нагрянули штурмовики. В Краснодарском крае раскрыли еще одно дело минувших лет, которое тогда казалось неразрешенным. Что произошло в тот страшный вечер 99-го и как следователям удалось выйти на убийцу, расскажет Дарья Морева. Не успел проснуться, а уже лицом в пол. Вот так оперативники нагрянули к 47-летнему жителю Сухобуземского района, но не за тем, чтобы пожелать ему доброго утра. 25 лет назад он совершил страшное преступление, о котором уже и сам успел позабыть. Да что задержан знаешь? Нет, переласкивай, вы что мужики? Но воспоминания вернулись к нему быстро. В ноябре 1999 года мужчина познакомился в ларьке с девушкой и двумя парнями. Вместе они пошли к даме в квартиру на энергетиков, весь вечер отдыхали и пили спиртное. А после встретились с другой компанией молодых людей, которые находились этажом выше. Но кутеж быстро перерос в драку. Двое мужчин что-то не поделили, схватили первое, что попало под руку и начали кровопролитие. Да, я вот где-то в районе тела, где-то вот так, пару раз и все, и то начали руками его. А еще у него нож был, а еще у меня куда-то носили, да. Ну, пойдем по телу, палкой и все, а потом руками, палкой сбросил. Здесь прибросил. По голове палка не выжил, никого не видел. Но, как выяснилось позже, именно удар по голове отправил молодого мужчину в нокаут. Подозреваемый вынес бессознательное тело на улицу и оставил во дворе замерзать, прекрасно понимая, что тот не выживет. Однако пострадавшего заметили прохожие. На скорой его увезли в реанимацию. Несмотря на старания врачей, мужчина скончался. Следователи возбудили уголовное дело и даже нашли предполагаемого убийцу. Но свидетели дали ложные показания. И доказать его вину не удалось. Тогда расследование приостановили. И только спустя 25 лет нашлись новые улики. Повторно допрошены свидетели, от которых получена новая значимая информация. Установлен прямой очевидец преступления, который дал изобличающее обвиняемого показания. Следователям удалось установить, что к смерти мужчины причастен 47-летний житель Сухобузенского района. Свою вину мужчина полностью признал. Его заключили под стражу на время расследования. За убийство с особой жестокостью ему грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечу, в последнее время в крае стали чаще раскрывать преступления прошлых лет. Не так давно в Норильске нашли убийцу 15-летней девушки. В 1992 году он задушил ее, а после зарезал. А в Железногорске спустя 19 лет раскрыли тайну убийства бездомных. Их до смерти запинали подростки. Специалисты отмечают, расследовать дела прошлых лет стало легче благодаря новым технологиям и специальным методикам. Раньше таких возможностей попросту не было.